В данном вводном уроке я хотел бы рассказать о том, что мы будем изучать в данном курсе и как будет происходить процесс обучения. Итак, в данном цикле уроков мы затронем несколько очень важных тем. Это безопасность, скорость загрузки, удобство и очень кратко SEO-оптимизация. И в каждом уроке данного цикла мы будем рассматривать по одному расширению Joomla из соответствующей темы. Для данного цикла уроков я подготовил вот такой вот сайт, на котором мы будем тестировать расширение и соответственно учиться работать с ними. Вы же можете тестировать расширение на либо тестовом сайте, на своем личном тестовом сайте, либо на рабочем сайте, который вы создали, который либо уже выложили в интернет, на реальный сервер в интернете, на реальный хостинг. Либо он находится у вас дома на локальном компьютере. То есть, не важно, где вы будете тестировать данные расширения. Главное, чтобы это был рабочий сайт Joomla. При этом хотел бы предупредить, что если вы работаете с определенными расширениями, вы их устанавливаете, настраиваете и так далее, желательно создать резервную копию вашего сайта. Особенно, если это сайт, который создается для будущего переноса на реальный сервер в интернете. То есть, если это ваш действительно хороший рабочий сайт, то, конечно же, желательно почаще создавать резервную копию. Как раз таки второй урок нашего мини-курса и посвящен резервному копированию сайта, созданному на системе управления контентом Joomla. Теперь несколько слов о темах, которые я выбрал для данного мини-курса. Итак, первая тема это безопасность. Согласитесь, очень актуальная тема для любого сайта. Хотя, Joomla достаточно безопасная и стабильная система управления контентом, но все же, это CMS с открытым исходным кодом. А значит, злоумышленники будут искать все новые и новые уязвимости, дабы взломать ваш сайт. И вы, как разработчик, должны обеспечить надежную защиту вашего сайта. Поэтому мы рассмотрим несколько расширений, которые повысят безопасность системы управления контентом Joomla, а именно страницы авторизации в панели управления, а также установим защиту от вредоносных спамерских сообщений. Дальше, следующая тема удобства. В качестве удобства мы заменим стандартный текстовый редактор Joomla, который достаточно неудобен, на более функциональный, более гибкий, более настраиваемый текстовый редактор. Третья тема это скорость загрузки Joomla. Конечно, тема достаточно сложная и достаточно абстрактная, так как скорость загрузки сайта Joomla напрямую зависит от самого сайта, от его сложности. Но все же, мы рассмотрим основные способы, основные методы, используя которые можно ускорить загрузку сайта, созданного на CMS Joomla. А также установим несколько расширений, которые призваны ускорить загрузку вашего сайта. И последняя тема это SEO оптимизация. Но ее мы рассмотрим очень и очень кратко, потому как на нашем сайте, на сайте webmyself.com, есть три урока по базовой SEO оптимизации Joomla. Поэтому вначале я рекомендую вам посмотреть их и затем дополнить общую картину уже уроками из данного мини-курса. Мы установим два достаточно полезных расширения с точки зрения SEO оптимизации. Конечно, данные темы достаточно сложные и объемные, но мы рассмотрим только основные и наиболее полезные расширения из данных тем, которые необходимо устанавливать на практически любой сайт CMS Joomla. На этом данный вводный урок завершен и увидимся уже в следующем уроке нашего мини-курса. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok